Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. С вами Вика, я веду трансляции из Франции. И сегодня мы продолжаем говорить на тему дизайн карьеры. Кто еще не успел посмотреть первый выпуск, смотрите, пожалуйста, в первом выпуске. Мы говорили о том, как создать план по достижению своей мечты, как обрести, как создать работу своей мечты. И сегодня я вам предлагаю другую технику. Сегодня я вам предлагаю технику медитации с визуализацией. И эта техника позволит вам делать какие-то дополнительные действия, как маленькое волшебство, если хотите, которое позволит вас быстрее приблизить к вашей конечной цели. Почему быстрее? Потому что, по утверждению астрологов, на новолуние можно действительно загадывать разные желания. Но я вам сегодня предлагаю не просто загадать желание, а научиться работать с этой техникой правильно и эффективно, как она должна работать. Ближайшее новолуние, если вы знаете, у нас будет 15 мая. Это буквально на следующей неделе. Поэтому давайте подготовимся во всеоружии. Давайте создадим этот красивый образ, красивую картинку в своей голове, которую будем использовать, начиная с 15 мая, для медитации. Как будет работать техника, как медитировать с этой визуализацией, с этой картинкой? Каждый вечер, желательно уже перед сном, когда никто вас уже не будет беспокоить, когда вы уже готовы, в принципе, заснуть в кровати. Я вам предлагаю лёжа расслабиться, закрыть глаза и в течение нескольких минут удерживать перед глазами вот эту красивую картинку вашей работы мечты. И желательно, чтобы эта картинка, вы её представляли, знаете, как картина, которая висит в рамочке на стене, или фотография, которая висит в рамочке на стене. Вот важно, чтобы это было на вашем внутреннем экране, но вот обязательно в рамочке, то есть как бы немножко отстранённо от вас, но с вашим участием. И сейчас вы поймёте, почему это. Значит, вот представляете эту картинку, удерживаете её в своём сознании минуту 2-3-5, у кого сколько получается. Поначалу это будет очень тяжело, потому что очень тяжело концентрироваться на каком-то одном образе. Мысли постоянно куда-то будут вас уводить в сторону, но это нормально, не пугайтесь, просто возвращайтесь опять к этой картинке и удерживайте её. И вот после того, как вы проделали эту медитацию, спокойно после этого можете отпускать картинку и засыпать. И так 3 вечера подряд, 3 медитации, и потом можно повторять это на каждое новолуние. Хочу сказать, что эта техника визуализации работает в принципе для любого желания, но как очень хочу и обязана вас предупредить, что желания должны быть экологичные. Желания, которые не наносят вреда окружающим, и желания, которые касаются только вас лично. То есть вы не вправе желать за кого-то другого и просить у Вселенной что-то для кого-то другого. Вы вправе просить это для себя. Каждый человек работает только с самим собой. И сейчас давайте перейдём к медитации. Я хочу сейчас вам предложить вместе проделать одну медитацию, но это не та медитация, которую вы будете делать перед сном. Сейчас медитация будет, чтобы создать вот этот работающий слайд, работающий кадр, работающее воображение вашей работы мечты. Я сейчас предлагаю вам вместе со мной, давайте закроем глаза. Сделайте глубокий вдох, ровный спокойный выдох. И попробуйте представить вашу работу мечты. Где это? В каком-то городе? В какой-то стране? В каком-то помещении? Или это может быть где-то на открытом свежем воздухе, на природе? Что вас окружает? Посмотрите внимательно, да? Создайте этот образ. И сейчас разместите себя в этот образ. Важно, чтобы обязательно вы были внутри этой созданной вами картинки. Затем, когда вы разместили себя в центр, найдите себе самое удобное место для вас. и осмотритесь, опишите те предметы, которые вас окружают, те объекты, которые вас окружают, какого они цвета, как они выглядят, как они расположены, какие запахи вы слышите. После того, как вы представили, что вас окружает, сейчас представьте тех людей, которых бы вы хотели видеть, которые бы вас окружали на работе, где вы мечтаете работать. Окружите себя этими людьми, представьте, какие они, какие у вас взаимоотношения. И следующий очень важный этап, который сейчас нужно представить. Представьте, какие вы испытаете чувства, вот те эмоции, когда вы будете уже знать, что вы получили, или что вы создали работу вашей мечты. Вот важно сейчас почувствовать это. Поймать это состояние радости, это состояние счастья, это состояние бесконечно всеобъемлющей любви, эйфории, если хотите. Почувствуйте эти эмоции. Зафиксируйте эту картинку и открывайте, пожалуйста, глаза. Пусть эта картинка у вас сохранится в вашем сознании, в вашем воображении. И это та картинка, с которой вы будете работать в медитации по визуализации. Эту картинку сейчас мы с вами попытались создать в медитации. Также вы эту картинку можете в дальнейшем дополнить своими какими-то новыми деталями. Но очень важно, чтобы эта картинка, когда вы будете делать медитацию, чтобы вы использовали не только картинку визуальную, а чтобы вы еще наполняли эту визуализацию теми эмоциями, которые вас переполняют. И визуализируйте, как я уже вначале сказала, представляя эту картину в красивой рамочке. И обязательно вы должны находиться в центре этих событий, в центре этой рамочки. Вот такая техника. Интересная, легкая, простая, немножко волшебная. Эта техника очень действенная. Я вам рекомендую ее использовать. И эта техника работает, повторюсь, для, абсолютно для любого вашего желания. На этом все, мои хорошие. Я желаю вам огромной удачи на пути по продвижению к вашей цели. Всего хорошего. Пока. И если у вас возникла какая-то мысль, какой-то вопрос в ходе этого видео, пожалуйста, напишите внизу в комментариях. Я все комментарии читаю и обязательно отвечу на ваши вопросы. А кто еще не успел посмотреть мой первый выпуск о дизайне карьеры, как прийти к работе своей мечты, смотрите, пожалуйста, предыдущий выпуск. Всего хорошего. Пока.